На козы в то время не знали, а без боли вполне не умели врачей. И поэтому день операции ждали со слезами порою, со страхом груди. Но девчонка в палате покой сохраняла. Она Богу доверила этот вопрос. И врача все сильнее собой удивляла. Он спросил ее прямо и как-то всерьез. Иисус, почему ты, Анюта, не знаешь тревоги? Почему операцию с легкостью ждешь? Отличаешься этим ты очень от многих, как другие в палате, и слезы не бьешь. А зачем волноваться напрасно, доктор? Прежде чем прикоснется ваш скальпик ко мне, он пройдет через того, кто здесь стал моим Богом. Я же верю в Иисуса, живя на земле. Потому я спокойна, ведь точно я знаю, Он возьмет эту боль, в этот день мою боль на себя. Но он мне даст вот столько, твердо я знаю, сколько выдержать может девчонка, как я. Тут до слез ее вера врача удивила. Ей всего лишь двенадцать, а на всех смирений. Так в доверии Богу-то вера родилась, подражание расстонутых той веры пример. Возникают по жизни большие вопросы. Ходи так мечется разум, желая помочь. Бог лишь ждет, наше доверие ждет, а не слезы. А доверие это смирение ждет. Я когда-то по-своему суть понимала, если кто-то в нужде получал трухотвель, человека того большой веры считала. Если нет трухотвель, то веры там нет. А бывало, сама моляла я Бога, так хотелось, чтобы было по-моему все. И казалось, что веры имела ее много, только Божий ответ был другим все равно. Спустя годы доверию больше училась. Доверять значит принять, как есть, как идет. Значит верить, что все напрасно случилось. Это Бог мою жизнь так по плану ведет. Доверять это значит без паники, страха, встретить в жизни любые повороты судьбы. Доверять значит верить, что Богу так надо. Через то достигает Он цели Своих. Так зачем же бояться страданий и смерти? Ничего не случится без боли Его. А допустим, я знаю, Он рядом, поверьте. Значит, это от Господа мне суждено. Он не даст тяжелее, чем вынести можно. Он разделит за мной испытания и боль. Лучше всех Господь знает. Спасти как возможно. Он же душу спасает. Ведь время на боль. Доверять я бы хотела до уровня мысли. Без доверию Богу так жить тяжело. Нужно верить нам Бога и в трудностях жизни. И смотреть на все скорби, ползам и кивонками.